Благослови нас ныне и навеку, Благослови нас ныне и навеку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день совпал с памятью очень драгоценного для всего мира человека преподобного Серафима Саровского. Для всего мира я однажды был в одной такой богадельне в Риме. Смотрел, как там все устроено. И увидел на стене иконку преподобного Серафима. Думаю, вот здорово. Все дороги ведут в Рим, и вот здесь преподобный Серафим у изголовья болящего человека. Хотя и итальянца. Это, конечно, замечательно. Преподобный Серафим однажды сказал «Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Если бы мы не знали, что он зимой с руки кормил медведя-шатуна, что он несколько лет питался одной травой, что он тысячи дней и ночей стоял на камне с молитвой, что к нему приходила Пресвятая Богородица, если он много лет провел в затворе, что он за неделю всю свою жизнь прочитывал Новый Завет, что он спал сидя и только по два часа, что он годами и в лютый мороз не топил в своей келье печь, хотя там была. А чтоб не быть праздным, он перекладывал полейницу из одного угла в угол другой. И надо сказать, говорят, очень аккуратно перекладывал. То вот той фразы «Стяжи мирный дух, а вокруг тебя спасутся тысячи» оказалось бы достаточно, чтобы прославить свое имя. Потому что он на своем опыте духовном в этом убедился. И вот эти слова, они каждому из людей, которые хотят быть христианами, и они, везде такие люди попадаются, которые хотят быть христианами. В каждом храме их по нескольку человек встречаются. Которые вот хотят жить по-христиански, и их Евангелие каким-то образом привлекает таинственно. И вот ответ, как стать христианином, заключается в этих словах. Что такое христианин? «Христианин» – это такой человек, который стяжал мирный дух. Что такое дух мирен? В Писании сказано, что это дух Христов. И про него еще сказано, кто духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, не принадлежит Христу. То есть, он не христианин. А кто он? Да мало ли кто, это уже, собственно, не так важно. Есть люди хорошие, есть похуже, есть совсем дрянь. Но из них христианин только тот, который стяжал мирный Христовый дух. Это есть дух смирения, о котором и Христос говорил. Что научитесь от меня, обращаясь к своим ученикам, «Я как кроток и смирен сердцем, и обращайте покой душам вашим». Вот этот покой – это и есть мирный дух, который войдет в сердце человека. Как Христос сказал, «Все стою у двери и стучу». И вот если человек сумеет открыть дверь в свое сердце, то Святая Троица благодатью войдет в его сердце, и он станет христианином. То есть в нем будет тот же дух, который во Христе Иисусе. И только это есть христианство. «Остальное все этот цирк зажигает огни». Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть одна сплошная показуха, или как Александр Исаевич написал в своем бессмертном произведении, «Туфта». Надо это хорошо понимать. Христос очень туфту не любил. И говорил, обращаясь к апостолу, он, конечно, такое слово не знал еще, потому что еще не построены были лагеря, и чтобы выжить в этих лагерях, люди там гнали туфту, вместо того, чтобы выполнять эти нормы, потому что их выполнить никак нельзя, а нужен отчет. Потому что начальству нужна же не норма, а что нужно? Отчет. И поэтому вместо нормы – отчет. И вот этот процесс, он и называется туфта. Господь говорил ученикам, если ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев, то вы не можете войти в Царство Небесное. Потому что как раз фарисейство – это и есть та туфта, которой человек заменяет христианство. Это такая потемкинская деревня. Деревни-то нет, а есть раскрашенная фанера, изображающая деревню, как в Мосфильмовском павильоне. И вот каждый человек, если он хочет быть христианином, он должен не стремиться вот все так изобразить с помощью гуаши, ПВА, кистей, а чтобы это все было настоящее, подлинное. А настоящее – и всего-то ничего. «Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Почему? Ну, потому что Бог гордым людям противится и только смиренным дает благодать. Всем остальным не дает. Поэтому вся их вера, все их благочестие, вся их воцерковленность – это никому не нужная, не настоящая вещь – показуха. Причем неизвестно для кого. Потому что Бог и так все знает цену показухи. Людям всегда всякое фарисейство, гордость, всякая такая учительность, она глубоко противна. Она только отвращает людей от того, что этот человек пытается кому-то что-то объяснить, доказать, научить. Это все отвращает. Поэтому, собственно, наша деятельность и столь безуспешна, особенно в воспитании наших детей. Потому что научить христианинам быть теоретически – это невозможно. только если человек практически осваивает. Поэтому святые отцы называли христианство искусством всех искусств. А в искусстве очень важно, когда человек сам проходит это ученичество и знает, чего он хочет достичь. То есть, теоретически он узнает, а потом практически это реализует в своей жизни, как преподобный Серафим Саровский и сказал «Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». А как же они так будут спасаться? Когда Христос пришел на землю, стал говорить, стал делать, то вокруг него спаслись сразу не тысячи. Он мало прожил на земле. Но человек около 600-700 пришли ко спасению. От чего так? От того, что в нем был Дух Святый. И его поступки, они исходили не из того, что он делал все как надо. Нет. Он делал, исходя из того, что повелевал Дух Святый. Он с ним находился в постоянной гармонии, в связи и с Отцом Небесным, который его послал на землю. И с его благословением, и с его согласия сыновнего произошло в очеловечивании. И ученики глядели и очами своего тела и очами души. И Пресвятая Богородица все видела и слагала все в сердце свое. И так через некоторое время они стали христианами. Когда они стали христианами? В день Святой Пятидесятницы. Когда Дух Святый на них сошел даже видимо для них в виде огненных языков. Они получили этот Дух. И вокруг них действительно спаслись тысячи. И мы видим, описано это в деяниях святых апостолов. Евангелист и апостол Лука это описал, как от одной проповеди спасались сразу тысячи людей прилагались к церкви. А мы одного сынка или внучка не в состоянии соделать христианина. Почему? А потому что в наших словах совершенно нет никакого Духа Божия. А вместо есть Духа Божия Дух Сатанинский, Дух Гордыни, Дух Осуждения, Дух Тщеславия. Любой человек даже в исповеди раз восемь скажет Я. Потому что для человека современного самое главное слово это Я. А самая главная любовь это к себе. Это прямо противоположно христианству. То есть такой человек будучи он 16 раз воцерковлен он все равно идет в сторону от Христа и в сторону от своего спасения. Такому человеку невыносимо никакое замечание. Никакая критика. Любое неприятие его собственной воли и желания. Попробуй что-нибудь сделать не так как ему хочется и нравится. Он сразу ощетинец. он только принимает скрупулезное тщательное исполнение его собственной воли. А во Христе все наоборот. Поэтому жизнь фарисейская она противоположна жизни христианской. Поэтому Христос с большим сожалению говорил горе вам фарисеи лицемеры. А в чем лицемерие? В чем тут цирк? А в том что человек не будучи христианином пытается изобразить внешне в себе христианство которое не то что не ночевало в нем никогда а даже мимо не проезжало на автомобиле со скоростью 200 миль в час никогда то есть даже понятия нет даже дыхания нет ничего нет все сплошной самообман только своя железная воля христианство христианство оно не таково и христос не такое поэтому одно из главных упражнений которое нам досталось из древних монастырей это есть упражнение в отсечении своей воли потому что без этого условия невозможно стать ни монахом ни христианином ни вообще никем просто обыкновенный как все гордый человек ну а гордый значит и глупый потому что гордость она очень глупит человека особенно в форме тщеславия как бы человек не маскировал свое тщеславие оно так из него и прет это и в походке и в выражении лица и в речи и в одежде во всем во всем даже в обезьяннем подражании другим то что как большинство людей ни ума ни вкуса а автоматически подражает другим ну и что опять же та же самая фанерная гуашью раскрашенная деревня и если человек в это входит и тратит на это жизнь что получается жизнь бессмыслица поэтому от таких проповедников христианства люди бегут полы подняв чтобы только поскорей подальше и не слышать и уйти эти люди всегда раздражительны эти люди всегда жалуются они всегда всем недовольны им непонятно им кажется что если Серафим Саровский говорил радость моя Христос воскресе в январе то им кажется что это такая у него была шутка а некоторые имеют дерзость это повторять за Серафим Саровским но тут не Серафим это еще выглядит тошнее когда человек усваивает себе то кем он не является и никогда не знал что это такое и даже людей таких не видел а если видел то и не мог их даже определить что перед ним такой божественный человек и вот преподобный Серафим очень близкий нам святой современник Александра Сергеевича Пушкина можете представить что в то же время он жил вот он нас этому научил поэтому мы должны очень глубоко ну для начала запомнить потом долго размышлять над этой фразой в ней очень много есть ответов на то как нам жить как воспитывать наших деток как относиться к той жизни внутри которой мы оказались в нашу современную эпоху как по-христиански реагировать на то что происходит вокруг нас и с нами а если к этому присутствуют купим еще молитву самому преподобному то он обязательно в этом поможет он весьма скорый помощник когда мы откликаемся сердцем на сердечную память о нем который нас научил этим прекрасным вещам благословение господне на вас таку благодати и человеку любви всегда неприсной во веки веков воды поможет под fs на р а все 持